Очередной бой, который состоялся в Берлине два с половиной года назад и сопернику Александра Эдди Чамбриса. У микрофона, как всегда, экс-чемпион Европы Андрей Шкаликов и ваш комментатор Борис Скрипой. Итак, первый раунд, 12-й раундовый бой. Победитель этого боя становится официальным претендентом на бой за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации IBF. Бой начался. Как мы видим, боксеры примерно одного роста. Да, они, да, там, разница 2-3 сантиметра. Чуть-чуть выше Саши, буквально на 2 сантиметра. Да, но, пожалуй, это впервые такой сильный соперник у Александра, потому что все-таки бой за титул официального претендента чемпиона мира. А соперник действительно самый сильный на его пути. Мы уже говорили, что каждый раз, как по лестничке, поднимаясь по ступенькам, Саша переходит от более слабого к более сильному сопернику. Предыдущий был Крис Бёрт. Вы этот бой смотрели, кто следит за нашими программами. Экс-чемпион мира. Пропустил легендарную личность. Два жестких удара пропустил. Ну а Эдди Чамберс на момент этого боя был, в общем-то, лучшим боксером США. 30 побед, 16 нокаутом, 0 в графах поражения и ничьи. Очень быстрый боксер. Вот, несмотря на то, что вот такой немножко расслабленный вид и не очень ярко выраженная мускулатура, но вот мы с вами посмотрим, и вы увидите, насколько быстрые руки у этого темнокожего супертяжеловеса и вообще, насколько хорошо он обучен. Я очень жесткий соперник, он уже несколько раз в этом раунде достал Александра в голову, да и пару раз попал в туловище. И очень избирательно он наносит удары. Так вот замаскированно. Ну и защита все в порядке. Руки на месте, кулаки у головы, а локти там, где нужно. Закрывают печень, срезенку и все. Все самые уязвимые места. Бой вызвал огромный интерес у публики тогда, потому что действительно и тот и другой боксеры уже были довольно на слуху, весьма известны. Ну, в Германии Поветкина уже узнали. Фринзауэрланд, его промоутер, сделал все возможное для того, чтобы публика поближе познакомилась с российским боксером. Его стиль нравился, ну, собственно, нравится и до сих пор. То, как он боксирует, как он расправлялся со своими предыдущими своими соперниками. Поэтому вот такой интерес, ажиотаж и такой аншлаг в зале. Ну, а Чандерс, как я уже говорил, в этот момент был, в общем-то, сильнейшим представителем супертяжелого веса США. И вы знаете, вот этот бой за титул официального президента по версии IBF, вот с тех пор, как Саша его выиграл, ну, мы посмотрим этот бой, увидим, как Александр дойдет до последнего раунда. Вот Николай Володьев, который присутствует на всех последних боях Саши, потому что часто бывает и тренируется тоже в Германии. Вот сейчас после первого раунда, сейчас спокойно в нашем углу, Белов сейчас делает какие-то необходимые замечания. Так вот, став чемпионом, президентом по версии IBF, и началась та история у Александра Поветкина с Владимиром Ключко, которая до сих пор так и не закончилась. Ну, давайте сейчас пока не будем заоткрыть на этом внимание, много об этом писалось, говорилось, бой на данный момент не состоялся. Как говорят в команде у Поветкина, все равно рано или поздно этот бой будет, когда Саша будет, в общем-то, в полной готовности. Ну, так сказать, будем ждать, время покажет, и мы надеемся, что этот бой все-таки состоится, увидим. А теперь пока все, внимание, поединку с Чамберсом. Да, ну, закончился, минут назад закончился первый раунд, и, честно вам скажу, для меня, я первый раз смотрю этот бой, я много читал в интернете, не только описание этого боя прям по раундам и комментарии, но я уже вижу реально, что бой будет очень тяжелый для Александра. По крайней мере, первый раунд был совершенно равным. Саша был чуть поактивнее, но, пожалуй, его соперник был чуть поточнее. Он как скала, очень, он такой крепкий, держит руки на месте и буквально за секунду предсказывает все действия движения нашего боксера. Вот, видите, очень грамотно уходит. Еще мне импонирует манера ведения боя этого боксера. Раз, два, раз, два. Он не нокаутер, такой ярко выраженный, хотя, ну, чуть больше половины боев, я уже говорил, из тридцати, шестнадцати закончил нокаутом. Но техничный, быстрый, в него попасть очень трудно. Это, вот, пожалуйста, главное его преимущество. И при этом может очень быстро ответить на в контратаке, как вот вы правильно сказали, он предугадывает действия соперника, поэтому по ветку ему надо быть вдвойне внимательным в обороне, в защите. И вот я смотрю постоянно, чем расцелится правой, точно в туловище, в селезенку. Видно, отрабатывал он этот прием на тренировках, когда готовился к бою. Да, вот, атакует наш боксер, но все удары пока приходятся в защиту. Очень мало точных ударов, и стоит с другой стороны, потому что очень высокого уровня и тот, и другой боксер, и сложно найти ошибку со стороны своего соперника, или выманить его на какую-то атаку, чтобы удачно контратаковать. Но при этом бой пока такой чистый, и американскому рефери Стиву Смугеру особенно делать в ринге нечего, он только наблюдает. Но посмотрите, как здорово сейчас. Несколько рискованно даже уходил от этого удара Чемберса. Да, судье на самом деле, с рефери Толбоя, что ты будешь делать? Ну вот, надо быть внимательным, очень внимательным быть, потому что руки быстрые. Да, он очень, несмотря на свой невысокий рост, у него длинные руки. И он достает удивительным образом, со своей дистанции достает нашего боксера. У него размах рук, 191 сантиметр, и приносит 185. Ну что ж, зрителям поединок нравится. Я думаю, вам, зрителям, сидящим у экранов телевизоров, тоже. Это доставляет удовольствие. Но, да, сложный бой, и очень трудно будет здесь сейчас Александру, как так сказать, оседлать своего коня и линуться в атаку. Ну посмотрите, закончилось всего лишь два раунда. Александр устал. Очень была активная концовка второго раунда. Вы слышали указания тренера? Можно опережать, опережать. Да, опережать, все правильно. И очень сложно в эмоциональном плане, потому что подчас от этого теряешь сил еще даже больше, чем чисто физически. Вот вы увидели точный удар справа. Саша, левая рука, и начинаешь закончить. Выдержал Александр этот удар. Да, уже небольшая гематома под левым глазом Паветкина. Это как раз следствие, по-моему, того самого удара, который мы с вами видели на повторе. Нужно как-то более хитро, что ли, боксировать с этим боксером. Здесь стандарт не пройдет. И мощь, которая есть у Александра, именно физической силой победить очень сложно. Потому что очень искушен в защите американский боксер. Прекрасно двигается по рингу. И может неожиданно точным ударом попасть. Ну, те, кто смотрел последний бой Владимира Кличко, который проводил он именно против Эдди Чамберса. Это было в этом году. Ну, все вы прекрасно помните, что до 12-го раунда Кличко не смог бросить этого парня на нас из ринга. И только в 12-м раунде, когда уже Чандрс был окончательно измотан, Кличко за несколько секунд до окончания боя удалось все-таки досрочно нокаутом выиграть этот поединок. Ну, вот интересно, да? Сейчас Кличко будет встречаться с Сэмюэлем Питером. Все это прекрасно знаете. А вот Эдди Чамберс Питера победил. После этого был официальным претендентом в бою против Владимира Кличко. Так что все перемещалось в этой супертяжелой весовой категории. Но я думаю, что рано или поздно жизнь все расставит по местам. Ну, посмотрите, даже на пояс у Чамберса Фест Эдди. Это быстрый Эдди, наверное. Да. Так переводится. Но на самом деле он очень быстрый. И бой очень тяжелый. Посмотрите, как быстро летят руки и достигают цели. Но второй раунд выигрывает Чамберс уже, на мой взгляд. Ну да. Вот опять же. Что ты будешь делать? Очень много прямых ударов справа пропускает Саша. Пусть эти удары не приходятся точно в челюсть, они подчас приходятся за левую половину лица или в ноб, но все равно это очки. Ну и, естественно, это небольшой болевой шок испытывает наш боксер. Вот наконец-то попался с ударом справа и сам. Ну, заметьте, бой проходит, весь бой практически проходит на средней дистанции. Ну да, когда сближаются, ну потому что оба примерно одинакового роста и... Опять пропускает Александр. Когда сближаются, пытаются там ударами снизу как-то разорвать защиту один другого. Но это редко получается. Вот сейчас неплохо, средняя дистанция, вот эти удары. Но надо быть очень внимательным. Посмотрите, как летят руки у Чамберса. Вообще такой очень чистый, интересный поединок. Рефери вообще не вмешивается. Ну да, ребята не клинчуют, ничего не делают, не дозволено. Идет бой на средней дистанции, постоянно. Вот идет, и они не сближаются, не расходятся. Вот. Ну зрителям нравится. Зрителям очень нравится. Такой плотный, такой насыщенный. Такой, вы знаете, переходящий из одних рук в другие. Вот эти Чамберса, даже один из секундантов живущих. Ну это может даже секундантов помочь никак не. Ну не важно. А как нет женщин? Это и есть. Ну видно, что он так комфортно чувствует себя Чамберс в углу, в перерыве. Даже пытается что-то беседовать с тренером не просто слушать его наставления, а обсуждать в перерыве. Извините, я вас перебью. Вот эти вот небольшие огрехи в защите, которые небольшие, могут обернуться большой бедой. Вот именно об этом сейчас не устает утвердить нынешний тренер Александр Тедзи Атлас. Он говорит, что есть еще над чем поработать. Конечно. Есть. И вот это, когда, говорит, вот эти грешки маленькие, когда он лишился этого, вот тогда, говорит, я его буду ставить на чемпионский бой. Ну что ж, тренер, наверное, прав. Тем более, вы знаете, что после того, как Поветкин стал работать с Атласом, действительно стал прибавлять в защите. Он стал больше ходить корпусом, совершать ныльки, подходить к сопернику Маятникам, ну и прочее, прочее. Много того, что раньше в Арсенале не наблюдалось. Но все это еще впереди. Это не последняя наша передача. И на этом мы тоже заострим внимание уже после того, когда мы покажем бой Поветкина, уже после того, как он начал тренироваться у Тедзи Атласа. Вы знаете, что, что мне кажется, еще одна деталь. Да, Чанбрес на данный момент был лучший боксер в США. Сейчас у него вторая. Строчка в рейтинге. Ну, это очень условно, потому что... Ну, рейтинг, вы сами понимаете. Количество боев, соперники, все это считает компьютер, очки. Все-таки ринг определяет сильнейшего. Ну, не в этом дело. Так вот... На тот момент он был сильнейшим. Но, видимо, все-таки команда Саши Поветкина не очень серьезный подход был. То есть они вышли на этот бой, да? Вот шли так по возрастающей, по возрастающей. Выиграли у одного соперника, у второго сильных. Выиграли у Берга. Ну, думали, ну, ладно. Чамбрес, Чамбрес, так Чамбрес. На тот момент ему было 26 лет. Ничего особенного сложного. Посмотрели бои. Бои были неплохие у Чамбреса. Но в то время он еще тогда не заматерял. А вот именно к этому поединку он показал, что какой большой у него потенциал, и сколько может он делать много времени. В итоге оказалось все очень непросто. Мне кажется, здесь присутствует какая-то небольшая недооценка соперника. Вы знаете, сейчас вот я смотрю на Александра, он немножко растерялся. Он не знает, как дальше боксировать. И видно, секундант, его тренер Белов не может подсказать именно то, что нужно для того, чтобы поменять саму стратегию, саму тактику. И немножко изменить рисунок боя и начать побеждать. Опять пропустил. Ну, вообще, в зале я слышу очень много людей, которые кричат на разных языках. И на английском, и на русском, и на немецком. И подозреваю, что с Эдди приехало немало его болельщиков из Америки поболеть за него. Ну, собственно, в Европе много бывает. Так же, как и за нашего боксера из России. Да, конечно, безусловно. Но вы обратите внимание, что вот все удачные действия Эдди Чемберс выполняет как раз после того, как истекают атаки Саши. То есть, фактически, в контратаке он работает. Он дает работать Саше первым номером, он видит его. И удачно этим пользуется. Вот здесь надо что-то менять. Знаете, это начало боя было таким, а сейчас Чемберс уже начал сам атаковать. Вот в четвертом раунде. И мы видели не один точный удар с правой руки. Вот, пожалуйста. У него свой план этот бой. И он придерживается, четко придерживается этого плана. Ну, вот он принимает удар Александра и тут же переходит в атаку. То есть, перевозит без паузы. Да, как-то немножко неудобно. Не найдет Саша вот именно ту изюминку. Не может он к себе прислушаться, что ли, и найти такую правильную тропинку. Ровную. Чтобы легче было побеждать, чтобы легче было боксировать. Ну, ровную тропинку весьма сложно найти, конечно, с таким сильным соперником. Вот я вижу, во втором ряду сидит Артур Абрахам. Ну, да. Очень много, конечно. Артур Абрахам, вся команда здесь. Очень большой интерес к этому бою. Не только со стороны любителей бокса, но и специалистов, которые работают в этой сфере. Боксеры, которые знают хорошо и на одном языке говорят с Александром, с его тренером. Ну, что, пока ничего не меняется. Очень сложный поединок. В эмоционально-эфизическом плане. И в тактическом. Потому что средняя дистанция, на которой пытаются работать и то, и другая, ну, чтобы мы почти убедились в том, что она на руку американцев. И вот Саша никак не может все-таки понять, с какой дистанцией мы лучше работать. Каким-то образом Чемберс столкнул его со своей дистанцией. И такая преграда сейчас стоит перед Александром. Какая-то вот стена стеклянная. Вроде бы близко этот Чемберс, но не может попасть Александр в него. Точно попасть. Точно попасть, да. Или в защиту, или мимо вообще. Очень гибкий американский боксер. Несмотря на то, что он не выглядит таким. Точно такие хорошие удары, точно. Не очень сильные, но точно. Если говорить о желании того и другого боксера победить, то, наверное, здесь можно сказать 50 на 50. Потому что бой уже почти что титульный. И победа в этом бою определяет того боксера, который будет драться за звание чемпиона мира. А касаемо профессионализма, пожалуй, Чемберс более... Несмотря на более молодой возраст, он как-то поопытнее, что ли. Чисто американский профессиональный бокс он демонстрирует нам. Причем хорошего качества. Хорошего качества, да. Но у нашего боксера желание победить не занимать. И подчас это желание даже превосходит то умение, которое и есть. Человек немножко успокоился и тот, и другой. Видно, подустали. И темп боя стал ниже. Пожалуй, сейчас-то на руку поверьте. Потому что он намахался в первых равных и устал. Откровенно устал. Вы спросите, уважаемые телезрители, каким образом... Вот недовольный здесь уже завронт его сын. Тяжелый бой, конечно. Вы спросите, конечно, уважаемые телезрители, каким образом... Если Александр выиграл этот бой... А этот бой претендентский, как мы уже говорили много раз... Каким образом Чамберс вышел на чемпионский бой с Кличко? Но дело в том, что вышел он по другой версии... В версии WBO. И там он так же стал. Где Кличко тоже чемпион. Где Кличко также чемпион, да. И там он тоже выиграл претендентский бой у украинского боксера Александра Зимикенко. Уклоны! Уклоны где? Это было в... 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 Июле 2009 года. Проходило все дело тоже в Германии. И вот Чамберс тогда, как показал свое полное превосходство. Над способным и большим, хорошим боксером из Украины Александром Демитриевым. Хотя судьи дали там разную... Не единогласную победу. Но тем не менее он выиграл и стал их сильным претендентом. Вы знаете, Чамберс как раз тот боксер. Того молодого поколения, который уже приходит на смену действующим чемпионам. Уже долго ходят разговоры, где же те сильные боксеры американские. Вот он один из них. Ну да, сейчас Тони Томпсон, Эдди Чамберс и Крис Орел. Вот эти троицы, которые также считаются сильнейшими в США. Но пока-пока в этой весовой категории доминируют братья Кличко. Все-таки вы знаете, ну мелкие эти ребята для всех, все-все, они мелковаты для, конечно, таких больших боксеров и уже опытных, обученных, сильных, как Владимир и Виталий Кличко. Просто пришла эра высокорослых боксеров, и пока они не уйдут, ничего не поменяется, скорее всего. Высокорослые боксеры, посмотрите, ну вот тот же Дмитренко, да, он почти такого роста, как Кличко. Но те высокорослые боксеры, которые есть, есть Джулиас Лонг, например, который оправдывает свою фамилию, у него рост 2,12. Ну Николай Валдуй, еще выше. Но дело в чем, что эти люди, которые по габаритам сравниваются и даже превосходят братьев Кличко, они теряют гораздо больше в скорости, в ударе и в прочих главных боксерских компонентах. Вот в чем дело. Ну если говорить про того же Дмитренко, знаете, в общем-то, если проследить карьеру и Виталия Владимира Кличко, то мы можем найти тоже немало поражений, причем поражений нокауту. В начале карьеры. В начале карьеры, да. Но вот так же вот растет и украинский боксер еще один, Дмитренко, и посмотрим, что из этого будет. По крайней мере, уже он находится в верхней пятерке мировой. И, возможно, скоро будет боксер везать титул чемпиона мира. Но для этого он должен стать претендентом. Вот последний претендентский бой, как раз Кличан Берсона, проиграл. Ну что, снизился темп, наступает экватор, то есть середина боя. И вроде как нашему боксеру стало полегче, я вижу. Полегче, потому что, может быть, он физически получше готов. Знаете, хотя я сейчас не уверен, я не знаю. Хотя внешне непонятно совершенно. Внешне непонятно, да. Но, может быть, Чамберс начнет уставать в более поздних раундах. И вот тогда, тогда Мук начнет раскрываться чуть-чуть. Не так умело контратаковать. Он перестал успевать. Не так быстро полетят руки у него, да. И тогда, конечно, у Саши будут шансы. И шансы реальные. Да, вот этот раунд мне понравился. Пусть он был не самый зрелищный, не интересный. Зато он, пожалуй, был выигрышный для нашего боксера. Прекрасно работают немецкие телевизионщики, да, режиссеры, операторы. Вы это увидите, реакцию публики. Каждый взгляд, каждое восклицание. Вот Бадим Магир тоже в углу мы видим. Здесь мощная команда собралась, конечно. Очень грамотный секундант. Посмотри на меня, сказал он. Нет, да, это... И когда он поймал взгляд боксера, ты понимаешь? Да, ты понимаешь, что от тебя надо. Может, тренер как-нибудь на другое? Ему в углу видно, когда начинает ускользать вот это преимущество. Он видит растерянность боксера или какой-то... Или именно то, почему боксер не понимает, как дальше правильно строить бой. Итак, седьмой раунд. Я думаю, сейчас начнется самое интересное, потому что бой-то равный. И тот, и другой боксер захотят показать все свое умение, желание и выиграть. Поединок стать претендентом на титул. Вот неплохо. Неплохо. Саша начал осваиваться. То есть, вот можно сказать, что сейчас он начинает наконец-то нащупывать свой бой. Вот он попал правым боковым. Такой полупрямой, полу сбоку. Ну, вообще, я думаю, что Александру нужно больше атаковать в туловище. Вот сейчас он наконец-то начал это делать. Потому что все его удары приходятся в защиту Чемберса. Просто в руки и все. А чтобы он их опускал нога, нужно наносить удары в туловище. Боксер начнет ошибаться, естественно. Опускать руки. Ну, там, наоборот, закрывать печень, солнечное сплетение и пропускать удары в голову. Вторая половина боя началась. И, конечно, вот здесь Саша, мне кажется, с каждой секундой становится чуть-чуть получше. Чуть-чуть поувереннее, что самое главное. Ну, этот бой вошел в правильную колью, более-менее в правильную колью. Просто-напросто американцу стало неудобно боксировать. Не потому что он там устал или чего-то еще. Как-то он потерял эту ниточку. А наш боксер как разошел. Потому что под давлением Поветкин не просто так же. Не прекращает атаковать Поветкин. И совершенно правильно делает. Чем больше он будет делать паузы, тем больше он может ударов пропустить. Потому что он не дает сейчас сообразить Чемберсу, как же ему атаковать. Вот как только Саша делает паузу, тут же Чемберс что-то придумывает такое сложное и неприятное для нашего боксера. Ну да, нужно поставить постоянно давление. Постоянно держать соперниковое напряжение. Но пока вот с каждым раундом, с каждой минутой, вернее, Саша постепенно удается все лучше. Да, видно усталость. Сейчас накопилось Поветкина. Уже не та свежесть далеко, нежели в первых раундах. Но по час эта усталость играет благоприятную роль на исход боя, потому что и тот, и другой боксер расслабляются, как бы раскрепощаются и начинают правильно атаковать на фоне усталости. Да, такой парадокс, который трудно понять не боксером. Да и боксерам подчас, и тренерам тоже. Вот вы видите, отец и сын Заварланда. Очень темпераментный отпуск у владельца Заварланда. Заварланда. Все, подыши, подыши, поглубже. Стань, раздохни. Раздохни глубже еще. Да, Белов чувствует, что настал момент для более решительных действий. Все, побыстрее, и ты первый. Понял? Ты первый. Ты. Левой рукой заканчивай. Бей вот эти тройки. Слышишь меня? Раз, два, три. Они все идут между рук. Тяжеловато сказал Александр. Саня, побыстрее. Саша и... Тяжело ему. Да, да. Еще раз скажу. Пожалуй, пока на сегодняшний день, вот на день нашего эфира сильнее соперника, чем Эдди Чамберс у Паветкина не было. Что? Восьмой раунд. Осталось всего лишь пять раундов. В которых нужно показать свой класс и набрать необходимые очки для победы. Мы не знаем, как считают судьи, но, по крайней мере, пока, на мой взгляд, бой совершенно равный. Да, то преимущество, которое в первых раундах было у американца, постепенно, постепенно его Паветкин отвоел. вот так вот, очень четко, методично, так стабильно, что ли, началось отрабатывать Паветкин соперника. И только Чамберс соберется нанести какую-то атаку или удар, тут же Саша сыпет град ударов, и американец просто не успевает. Еще похитрее надо будет, мне кажется, нашему боксеру чуть-чуть нельзя вот так останавливаться, да, в какой-то фазе он застывает перед ним. Да. Ну, я сейчас реально понимаю, наблюдая за бой, как ему тяжело в этом раунде, очень сильно он устал, терпит, терпит, конечно, не из последних сил, но терпит. И, кроме того, что нужно уйти от всех ударов еще нужно нанести наибольшее количество ударов и серий. Ну, он выбрасывает, конечно, намного больше ударов сейчас, чем его соперник, но при этом, конечно, силы тратятся тоже больше, в зависимости от количества вот этих ударов. Вот такие, вроде бы, не сильный удар он пропускает, но все-таки пропускает. как бы последний удар получается за Чемберсом. Последний нанесенный точный удар. Да, последняя минута основного раунда. И все больше и больше наш боксер стал отходить назад. Это говорит о том, что сил-то осталось немного. да, вот такая, как такие качели, да, в этом бою. То один, то другой соперник берет бразды в свои руки. Причем удается это по тому, то другому. Ну, он сейчас неплохо отрабатывает концовку. Пусть не все удары приходятся точно в цели, но наш боксер активен активнее раз и он успевает уходить от удара соперника. Ну, вот он делает эти троечки, которые требовал от него наставник. Ну, посмотрите, чуть-чуть зевнул и снова пропустил удар. Тяжелый раунд опять. Тяжелый, плотный, трудно сказать. кому отдать его можно. Ну, судим в дне. Ну, посмотрите, сейчас в углу американцев уже творится что-то, какие-то эмоции разыгрались. Да, да, страсти даже. Уже все, заставляют тренеры и секунданты в Чемберсе. Уже надо, уже упускают они, немножко упускают победу. Это уже не те раунды, нежели первые. И сейчас просто активно тренер пытается сделать небольшой нагоняй такой. своему боксеру завести его. Потому что... На повторе вы видели в предыдущем эпизоде очень удачную контратаку американцев. ну там тоже насколько слышно нам пытаются взбодрить его, чтобы он не стоял, чтобы он более активно действовал. Ну, трудно, конечно, это исполнить, потому что девятый раунд устали, что налилась руки свинцовые, ноги тяжелые. вы знаете, этот бой не менее интересен, чем титульные бои в том же выполнении, исполнении кличку или кого-то еще. он по разнообразию, понимаете, по темпу, да и вообще по интриге, я бы сказал, как закручено все. Драматургия потрясающая. Очень хороший усерд продавец американец. Вообще, по всему видать, что Эдит Чемберс приехал не просто так заработать денег, а побеждать. Да нет, что значит заработать денег? У него ни одного поражения в карьере. Он вышел на претендентский бой. Ну, как правило, согласитесь со мной, как правило, боксеры, которые приезжают драться из Америки в Европу, они уже как бы обречены на поражение. Они чувствуют это. А вот наблюдая Фест Эдди, мы не можем сказать про это. Да нет, конечно, он приехал за победой. В этом нет никакого сомнения. И при этом он уверен в своих силах, раз он приехал в Германию. Конечно. Несмотря на то, что усталость уже навалилась, причем страшная усталость, несмотря на то, что уже заканчивается девятый раунд, не снижает темпа. Наш боксер и вообще он маленько как-то акклиматизировался в ринге. Он начал двигаться, начал двигаться и не меньше наносить ударов. То есть он сейчас делает такие правильные паузы. Пробил, ушел, пробил, ушел, подвигался. Ему так легче. Эти вот отходы назад это легкие передышки, которые за время которых он успевает восстановиться. потом внутрь мы обучим хорошо. Да. Наконец-то бой выравнивается и идет по плану. Отличный джеб. Вот как всегда в конце каждого раунда прям повышается. Это в первую очередь делает победки. Не знаем, что ну да, он всегда заканчивал в конце он перерывал. Отрабатывал конец раунда на полном. Ну и вот сейчас поднимается. Какой-то мере ему удалось безусловно. Где-то вверх. Вот хорошо человек успел поставить руку. Да, в последний момент поднял на место. Не надо! Вот сейчас все-таки посмотрите, давайте посмотрим за выражением лица состояния. по-моему и послушаем что скажет секундант. Все нормально, да? Ты слушай меня левой рукой левой-левой больше-больше-больше-больше. Ты понимаешь? Левой начинай, левой заканчивай. Саня! Ну, собственно, все то самое, что было в будущем первой, да? Вот комбинацию троечку, левой-правой-левой. Левой-левой-левой. Это естественно правильно. Правый не летит так быстро. И после левой пробивает снова правый и заканчивает левой, то есть выходит снова на свою дистанцию, на свою ударную дистанцию. Совершенно верно. Но мне кажется все-таки вот сейчас Саша будет полегче. Что-то у меня такое впечатление, что пик такой, знаете, усталости он уже перевалил. Да. Это очень такой опасный момент или ты просто встанешь и никуда дальше не пойдешь. Или ты пройдешь эту вот границу и станет легче. Еще она называется вторым дыханием. Ну да. Как раз его, мне кажется, по веткам и обрет. В каждом моменте, в каждом бое то есть наступает какая-то мертвая точка. Вот Александр уже прошел ее. Но стало более легко, что-ли как-то. стало легче, поинтереснее стало. Очень сложно, когда ты что-то пытаешься сделать, и у тебя не получается, и ты снова пытаешься, и снова не получаешь, и понимаешь, что это все. А когда что-то начинает вырисовываться, стимулирует дальше. Наносить удары, придумывать что-нибудь новенькое, просто-напросто побеждать. но вот это знаете последние раунды, говорят чемпионские раунды их называют, что ли. Мне кажется, опять-таки, если говорить о том опыте, который приобретает Половкин от боя к бою, да, вот таких сложных, мы помним предыдущий бой с Крисом Бордом, но там не было такого напряжения. Да, был великолепный соперник, который демонстрировал прекрасную технику, прекрасное умение боксировать, но не было этого напряжения сумасшедшего, не было вот такого выматывающего поединка. А вот эти последние раунды, опять-таки, дали Саше, мне кажется, очень много. Вот как раз последние два этих боя, вот прошлый и этот бой, это было большим уроком для Поветкина и большой школой. После этих боев просто вырастаешь, но как будто за год-два, то и три тренировок. Ну и, как говорит Терди Атлас, его нынешний тренер, что ему нужно еще два-три именно таких боя. И вот тогда он будет готов к бою за технику чемпиона мира. Вы знаете, очень, конечно, много сделали боксеры уже за вот эти десять раундов. Очень сильно устали, очень большое эмоциональное напряжение. А вот как раз третий человек в ринге, он там вышел прогуляться. Он только говорит в начале бокса в конце стола. Вот так все десять траундов отходил в считанное количество раз. Он просто вмешивался в ход поединка. Этого почти я даже не помню. Этого почти не было. Настолько мало, что мы даже не обратили лет не было. Посмотрите, опять какой плотный бой. Саша начал делать такие правильные паузы. То, что надо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, осталось два раунда провести этим мужественным, великолепным боксером в ринге. И мне кажется, что Поветкин уже нащупал свой бокс. Все пока у него хорошо. Здесь тоже спокойно как-то пытаются настроить боксера. В общем, видите, советуют друг другу. Секунданты. Всего осталось 6 минут у тебя, пойми это. И вы знаете, еще что говорит о серьезности намерений Чендерса, что вот такая команда у него. Он приехал не просто там... Очень сплоченная команда. Очень сплоченная команда. Вторым секундантом работает такой человек, как Магир. Это одно вам говорят. Да, и сейчас секунданты подсказывали американцу, что нужно больше комбинаций. И посложнее комбинаций. На самом деле... Остались ли силы? Два раунда всего последнего? Остались. У нашего боксера также их осталось немного. Но вот сейчас в этих двух раундах и произойдет самое сложное, самое интересное. И решающее. И решающее, да. Исина будет видна уже буквально через полчаса. 5 минут. Да, народ так же примерно, как и боксеры, подустали от этого плотного боя. Им очень нравится. Ну как может такой бой не нравиться? Ну естественно, но уже вот я слышу крики такими волнами пошли. Народ просто кричит, 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 все эмоции потратит. Немножко помолчит, как и боксеры. Что-то задумал Чемберс. До конца. Правильно, правильно. Все правильно. Бить, бить. И левый закончил. Отлично. Можно больше. Вот не может что-то Чемберс сейчас придумать, да? Да. Чувствуется, что он не знает, что делать. Сейчас он уже не знает, да. Если вначале было все по-другому, вот картинка просто поменялась. И как здорово зрители в зале почувствовали вот этот перелом, да? Да, зрители поддерживают. Поддерживают. Большей частью они болеют за нашего боксера, потому что, скорее всего, потому что его уже знают в Германии, да еще он европейский. Ну, за своим считают, практически. Удар головой. Нечаянный удар. Немножко напугался американец тоже. Потер лоб и посмотрел, нет ли крови рассечения. Напомню, это 15-й бой Поветкина в его профессиональной карьере. 14 боев, 14 побед. Происходило все это 26 января 2008 года. Закончен раунд, который, на мой взгляд, чисто вывел побед. Да, это раунд наш. Тут никаких сомнений быть не может. Ну, что ж ты, парень, говорят ему тренеру. Хотя что? Ты понимал, что я? Бензин кончился, что ли, как говорят на фракциональном жаргоне. Когда шел Смуллер, он не просто пришел посмотреть на боксера, а болеет, естественно. Американский рефери, болеет. Ну и вот поставил, что последний раунд. За своего содержственника, конечно, но никоим образом он тут не должен проявлять. Слышишь меня? Ты слышишь меня? Да. А вот... Руку заканчивай. Все. Все. Последний настрой. Последний рывок должен быть очень яркий. И нельзя проиграть последний раунд, потому что... Ну, а бы интересный бой, да? Да, очень интересно. Непонятно, как же судят... Судии мы только можем догадываться, а судят они примерно равно. Судят, то есть отдают победы и туда, и туда. Мы сказали, что уже рефери в ринге американец Стив Смугер, мы прекрасно знаем этого судил. Кто же еще в углах сидят? Деван Дуарте. Затем Фил Эдвардс и Алехандро Лопес. В общем-то, трудно сказать, чтобы эти люди были настроены так вот в пользу российского боксера. Ну, скорее всего, это англичане. Мексиканцы, англичане, да. Судии должны быть центральны. Ну, очень часто в титульных или в этих больших боях рефери выходит американец после согласования федерации. Ну, потому что они лучшие. Потому что они лучшие. На самом деле, так вот. Привет, душа. Отлично. Молодец, Александр. Молодец, молодец. Не дает восстать своему сопернику из того положения, куда он его потихоньку загнал. И вообще, Саша молодец. Он выполняет, правильно выполняет все команды своего тренера. Ну, мы наставили его. Заканчивать левой рукой, да. Заканчивать левой рукой. Все правильно. Вот опять, пожалуйста. Не может, опять же, я знаю характер Победкина. Победкина не может, он просто так на ровной волне закончит этот бой. Идет вперед, несмотря на то, что сил уже не осталось вообще. Ну, и он чувствует, что немножко он чувствует все-таки, что он побеждает. Можно было как-то более... Закреплять эту победу, конечно. Закреплять, ну, можно было даже более, что ли, активно. То есть, менее активно провести последний... Последний... Вторую половину последнего рауна. Нет. Это не в характере, Александр. Безусловно, безусловно. И тем более, что соперник о задаче. Я не скажу, что уже окончательно условный, но явно о задаче. Как раз этот раунд, наверное, самый правильный, самый выигрышный. И этим раундом Александр... Чемпионский раунд. Да. Подкрепил свою победу. Посмотрите, как хорошо он сейчас разорвал дистанцию. Ну что, 20 секунд до конца боя. Отлично. Да, вот этот раунд... Самый лучший, пожалуй. Доказывает, да, превосходство нашего боксера. Причем делает все красиво, да, четко. Зрителям это очень нравится. Вот видит, даже стоя уже болеют за россиянина. Все, бой окончен. Соперники поздравляют друг друга. С хорошо проделанной, очень и очень тяжелой работой. Отец и сын Завриланды понеслись в ринг. Да, они сопрыгнули туда. Ну да, было сомнение у них. Вы помните, как они переживали. Мы показывали... Вернее, их показывали нам. И какая-то растерянность была на их лицах. Но сейчас вот проделав работу до конца, не сломавшись, да, вот как-то вот пересилив себя. Александр Поветкин все-таки достиг того, к чему стремился. Ну, тут все всем ясно. Американцы расстроены. Немцы и русские уже празднуют победу. Осталось только... Ну, очень тяжелый победитель сказал. Очень, очень тяжелый победитель. Самый тяжелый пока бой в карьере Поветкин. Где-то 9-го раунда ничего не было ясно, абсолютно. Ну, и вот, Майкл Баффер объявляет решение судей. 117-111. 119-109. Ну, это чересчур, мне кажется. И 116-112. Все судьи отдают предпочтение нашему боксеру. Но, конечно, то, что Альхандро Лопес... Нет, 119-109, это, пожалуй, много. Но, тем не менее... Саша Поветкин!